приветствую вас зрители и подписчики моего канала вот мы вышли с детьми в турпоход пришли на такое вот красивое озеро на котором около пяти островов планируем здесь устроить отдых отдых на трое суток вот там будем располагать лагерь вот ходят лодыри рассматривают окрестности хотя на этом озере отдыхают каждый год да нужны нужны вот там у нас будет лагерь там у нас будет лагерь планировали лагерь сделать здесь после многочисленных дождей вся пола вся поляна залита водой негде даже поставить палатки самое что интересное внизу суши чем наверху начнем располагаться ставить и дальше будем снимать и показывать спустился к вещам теперь надо с этого трансформера сложить лагерь погода у нас сегодня устанавливается солнечная но до этого две недели дожди шли вот такое вот местечко такое местечко у нас сейчас уберем мусор приведем в порядок обкосим траву и будем располагаться вот друзья прошло пару часиков обустраиваем лагерь строим такие вот туалеты ставим палатки палаток будет очень много ветер думаю мешает но никуда от него не деться вот привезли нам в лесную доску собираем сейчас мусор выкрутили большую яму уже почти доверху наполнили ее мусором как говорится первое правило туриста убери перед собой и убери потом после себя сейчас украшиваем готовим место под палатки осталось немножко покосить и будем продолжать дальше не знаю хорошо меня будет слышно или нет вот дети работают делают дрова соблюдение техники безопасности вон какой ветер красивые места яблоко вдали дикое растет раньше когда то на этом месте были хутора потом в 1939 году в 1939 здесь проходила польская граница с 1939 по 1941 год сами понимаете что здесь была граница с небесами вот такое место какой ветер такая волна может быть завтра постараюсь сходить на бункеры сниму бункер точнее не бункер а доты тут была линия Сталина проходила вот как бы не то что линия Сталина а доты которые входили в эту систему в эту сеть линии вот если получится схожу отсниму вот такие у нас красивые места для отдыха каждый год приезжаем сюда озеро рыбное отдых хороший тут мы продолжаем обустраивать лагерь вот такое у нас самодельное устройство для разведения костра чтобы готовить еду сейчас поставили вариться картошечку с укропчиком готовимся к обеду чтобы устроить небольшой перекус ну вот друзья обустраиваемся поставили кухню поставили уже палатки вот вот столько палаток у нас вот погодка не очень опять затягивает но вроде бы дожди не передавали но посмотрим что то тучи сгущаются надеюсь что дождя не будет как бы и так земля сырая как я говорил хотели наверху делать но в итоге там глиняная почва получается и она очень мокрая даже лужи стоят на озере волна ну дети купаются говорят вода теплая но мне что то в такую волну купаться не интересно это не это 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 не боль не может не но это реально не людей но это еще не все сегодня пятница рабочий день бы еще многие не успели приехать поэтому это еще не все люди с утра попробуем рыбу половить если не будет сильной волны это как раз ветер нам в лицо у нас получается с ветреная сторона будем будем отдыхать вот наш лагерь с высоты птичьего памятника точнее с горы такие здесь места красивые все в холмах горках очень красивое место на самом деле извиняюсь если будет плохо слышно но очень сильный ветер у нас буквально на той неделе точнее на этой неделе за два дня в области было два торнадо что первый первый раз наверно у нас в республике это раньше как бы таких вес и стихийных сильных не было что почти несколько деревень полностью были разрушены видно это еще отголоски области этих шквалистых ветров и непогоды но ветер действительно сильный даже кувшинки дыбом стоят так так Я говорил 5 островов на нем, но вот если завтра получится сходить к доту, то с дота вообще такой вид шикарный Но это будет уже другое видео, если я до туда дойду Подходим к потаенному месту Наши ребята сколотили вот такие вот секретные заведения Молодцы, постарались Правда все в дырочку, все в щелях Но еще Для походных условий я считаю сделано красиво и грамотно Так что можете перенять наш опыт тур походов Делаем скамеечку Из дров Тут готовят дети место для большого костра Там у нас кухня Там у нас кухня Мангал Мини-печка Готовимся к ужину, к вечеру Главное, чтобы хватило нам вот этих вот дровишек на ночь Что, друзья, наступила ночь Сидим возле костра, поем песни Отдыхаем Ветер успокоился, стало полегче Сидим возле костра Церково Вот такой костер у нас пионерский. Пойду сейчас сниму озеро. Красивая лунная дорожка, если получится. Попробую запечатлеть. Поднялся на горочку. Снять лунную дорожку. Такая вот красота. На горке ветер еще продувает. Вот такая вот красота, ребята. Советую всем с детьми и семьями выбираться почаще на природу. Наслаждаться вот этой красотой. Действительно, зрелище неописуемое. Люди ездят на моря. А тут у себя под носом дома много красивого и интересного. Ничего не видно. Сейчас попробую с горки показать наш лагерь. Завтра больше людей приедет. Вот вдали с горочки и наш лагерь. Палаток уже не видно. Видно только костер. Завтра днем будем запускать бензогенератор. Ставить колонки, живую музыку, гитары. Завтра будет интересно, весело. Но я боюсь, чтоб у меня не разрядились аккумуляторы. Уже аккумуляторы старенькие. Из Китая несколько раз заказывал. Они приходят все такие, что для фотоаппарата они слабые и хватает очень ненадолго. Ну, что смогу отснять, отсниму, покажу, увидите. Вот, друзья, подъезжают люди. Становится все больше и больше людей. Машин. Музыка живая. Привезли генератор. Ну, на этом, наверное, буду заканчиваться. Вот. Вечерняя спартакиада, посвященная ловле рыбы. Аккуратно, ямы там. Все готовы? Да. Раз, два. Я боюсь. Сережа, давай. Спокойно. Оп. Оп. Я рыбаку. Паша. Паша повар должен быть пословить. О, молодец. О, молодец. Я тоже стоит вот так. Давай, молодец. Лена. Лена, ты рыбак. О, Марина. О, не только играет на инструменты. Рыбку ловит. Ловись рыбка. Следите, суди, следите. Ловись рыбка большая и маленькая. Чтобы не было нарушений. Ловись рыбка большая и маленькая. Аккуратно. Катюха, давай, давай, давай. Супер рыбалка морской рыбы. Давай, давай, давай. Резко, резко. Мелисса, молодец. Давай, давай, давай. Мелисса, давай. Подсекай, подсекай. Все, достаем. Есть, есть, есть. Держи, держи еще раз. Степанчик. Есть. Давай, давай, Тимка. О, уа, шанцы. Не жаловай. Не распугайте рыбу. Подсекаем. Опять свинка. Тихо, все. Не, не, всё. Нужно их. Все. Давай, 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 давай. Что же снимаешь? Вперед, вперед, вперед. О, как уже наловчились. Как уже наловчились. Кушай, держи. Лучше ребят, Марина. Все, послали, Марина. Не спеши, не спеши. Не спеши. Да, 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 все хорошо. А что такое? Одна прямая, а другая блоком. О, смотри, как. Балком есть. Ничего, ничего страшного. Все, все, все... Судейство давно куплено. Что вы переживаете? О, победили дикие коты! Коты любят рыбу. Все, нету. Все, коты любят рыбу. Один бал, один бал диким котам. Так что, вы ловили дикие коты? Да, да, да. Вот, друзья, отдых подходит к концу. Такой у нас лагерь. Закат. Вот. Сегодня тихая погода. Озеро тихое. Не то, что как было до этого. Вот, еще раз. Хочу вам показать эти красивые места. Красивое озеро, острова. Там рыбаки где-то рыбачат на лодках. Красивое озеро. Красивая природа. Всем удачи. Красивое озеро. Красивое. Красивое. Продолжение следует... Продолжение следует...